Сегодня в Сыктывдимском районе Коми произошла крупная автокатастрофа. Горуженный лесовоз на полном ходу протаранил встречную легковушку. В этом ДТП погибли водитель и пассажир Лады. На месте аварии побывал Антон Булаев. ЧП произошло около 7 утра на автодороге Чебоксара-Сыктывкар, неподалеку от отворотки на село Иб. Водитель восьмерки ехал в сторону Визинге. По предварительным данным, на 735-м километре, по неустановленной пока причине, легковушка вылетела на встречную полосу, где протаранил огруженный лесом МАЗ. На данный момент по обстоятельствам ДТП выяснилось, что водитель не имеет водительского удостоверения Российской Федерации, имеет национальное водительское удостоверение Армении гражданина. За последний 2012 год привлекался неоднократно на нарушение правил дорожного движения. Участок дороги ровный, прямой, просматривается в обе стороны более 300 метров. Что послужило причиной дорожного происшествия, выясняют следователи, работающие на месте дорожного происшествия. После столкновения с легковушкой МАЗ по инерции протащил ладу еще 200 метров и только после остановился. Скорее всего, водитель восьмерки превысил допустимую скорость. От удара с большегрузом кузов автомобиля превратился в груду искореженного металла. Шел вот по своей полосе, встречный поток шел, и вот последняя машина, самая последняя она, получается, ехала и выскочила поперек мне дороги. Вы прикрепили по пути? Я только немного успел право, правее взять, и все, он уже подо мной. Ну потом как-то что, то есть ваши дальнейшие действия были после ДТП? Сразу по тормозам и машину удерживать, палку он вырвал, чтобы никуда в сторону не уйти. В результате в легковушке никто не выжил, а вот водитель большегруза не пострадал. По факту гибели в аварии двух человек стражи порядка возбудили уголовное дело. Теперь силовикам предстоит выяснить, что стало причиной ДТП. Следователи не исключают, что в момент удара шофер Лады находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Антон Булаев, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.